Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рад вас вновь увидеть в стенах Дома Лосева. И в этой связи мне хотелось бы сказать следующее. На прошлом нашем заседании мы говорили о представлении о природе власти, основываясь на сочинении Феофана Прокоповича. Правда, более монархи. Мною читается некий цикл из трех лекций. Сегодня завершающая лекция феофанского цикла представление о природе власти. Так это можно обозначить, так это можно именовать. И вот сегодня мне хотелось бы поговорить о том, что составляло смысл природы власти до Петра Первого. До Петровских реформ, до Никоновских преобразований. И природа власти, которая рассматривалась уже потом. В сочинениях Феофана Прокоповича, Гоббса, Уффендорфа. Тех деятелей нового времени, которые создали именно современные представления о власти как таковой сейчас. Ну, те, кто был на прошлом занятии, или любой из вас, в принципе, может ознакомиться с моим прошлым выступлением месяц назад, мне придется напомнить, что, в общем, имел в виду Феофан Прокопович под природной властью. Он говорил следующее, что власть имеет практически божественные атрибуты. Именно сама власть. Поэтому начальник, прав он или не прав, то есть властитель, царь, просто обычный начальник, он имеет уже в себе некие божественные начала. И он утверждает эти божественные начала. То есть власть, исходя из правды воли монаршей, это имеет под собой абсолютное значение. А что было до этих, скажем так, представлений Феофана Прокоповича ранее? Какова природа власти в Древней Руси? Но здесь мы сталкиваемся с очень интересной, объемной и трудно разрешимой темой в силу того, что исследования по этому вопросу минимальны. Единственное, можно сослаться на Вальденберга, представление о пределах царской власти, Древней Руси, Вияконова. Но это, пожалуй, все. То есть обычно есть набор неких пропагандистских мифологических штампов, а что, собственно говоря, понимали под властью Древней Руси. И этот сам по себе вопрос невероятно интересен. И вот сегодня как раз тема старое представление, древнее представление и новое представление о природе власти на рубеже эпохи в XVIII-XVIII веке. Как воспринималась власть, скажем так, в древнерусском понимании? Ну, во-первых, представления о природе власти основывались на ветхозаветных преданиях. Вот в первой книге царств, восьмая глава, рассказывается, как израильский народ обратился к Самуилу с просьбой поставить над ними царя. Самуил соглашается, но предупреждает избранный народ о последствиях политического становления. Я берусь, процитировал, да? И пересказал, смуил все слова Господа народу, просящего у него царя, и сказал, вот какие будут права царя, сыновей ваши он возьмет и приставит их колесницам своими, и сделает садниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье, и пекли хлебы, и поля ваши виноградные, и масляничные сады ваши возьмет, и отдаст слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослуг ваших возьмет, и употребит на свои дела, от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И вы стенаете тогда царя нашего, которого вы избрали себе, и будет Господь отвечать вам тогда. Вот это одно из, вот эта цитата, проведенная с Ниди Царства, и определяет, в общем-то, отношение к власти Древней Руси. Что можно, какие выводы можно сделать из этого отрывка? Ну, во-первых, что народ, как таково избранный народ, юлийский, юлийский избранный народ или избранный, выводится и под власти кого? Под власти Бога. И отдаётся кому? Отдаётся царю, то есть человеческому произволу. Это первое. Второе. Из этого отрывка можно сделать ещё какой-нибудь. Что начальство человека над человеком против естества. и государство, это, в общем, есть низшая страта человеческих отношений. Вот, что имеется в виду. То есть, что говорит Самуил? Ну, те, кто знает, Самуил – это последний судья израильского народа. После него стали цари. Кого он поставил? Он поставил царя Сауду. Он, в общем, еврейский народ. То есть, если раньше народ имел непосредственное отношение к Богу, и его отношения определялись именно внутри общества, определялись именно неким божественным, идеальным законам, то вместо этого ставится кто? Ставится посредник. То есть, царь или государство. Которое является неким, в общем-то, посредствующим звеном. И Самуил предупреждает, чем всё закончится. Вот то, что я вам прочитал. То есть, израильтяне как бы угодятся из-под кого? Из-под непосредственного отношения к Богу. И становятся тем? Становятся подчинёнными. Подчинёнными кого? Подчинёнными человека. То есть, пусть и высшего, занимающего какой-то высокий пост. То есть, который будет их, в общем, как-то ими управлять. Уже не Бог непосредственно, а Бог через непосредственно государство. Или, в общем-то, начальник, царя, как угодно можно его назвать. Вот это первое, что можно сказать об отношении к власти, к примеру. То есть, власть сама по себе, она является, то есть, государственной властью. Государственная власть является неким препятствием для человека. Ну, здесь надо вспомниться тату Ницше. Человек начинается тогда, где заканчивается государство. Там, вернее, начинается там, где заканчивается государство. Вот Ницше это, как бы, очень верно заметил. И это, в общем, согласуется с тем отношением государства, которое было в Древней Руси. То есть, происходит отчуждение человека от Бога. И вместо него устанавливается своевольный человеческий произвол. Почему? Поговорим несколько позже. Вот, это первое. Второе. Если мы берем власть как таковую, да, то есть, есть такое выражение. Отдайте кесареву кесареву, а Божию – Богу. То есть, подчинение власти есть общее для всех обязанностей. Воздадите кесареву кесареву. Но это поколение несет черты безусловного характера. Оно не должно противоречить христианской обязанности повиновения. Божию – Богу. В Евангелии установлено ограничение любой власти. Подданные обязаны повиноваться только в известных пределах. Скажем так, византийское и древнерусское понимание власти. А если власть хочет, чтобы подданные никогда не отказывали их повиновения, она сама должна в своих проявлениях не выходить за установленные нравственные и моральные пределы. Не личные интересы должны направлять власть правителей, а закон высшей правды, который правитель должен воплощать на земле. Чтобы люди Господни таким образом достигли конечной цели земного бытия, не страдали от нищеты и притеснения. Вот эта цитата. Об этом хорошо написано в одном из древнерусских сочинений. «И ты, господине, смотри того, возделим еси своей отчине, от Бога поставлены, люди свои уймати от лихого обычая». Ну, я думаю, это достаточно понятно, да, что именно в древнерусских сочинениях. То есть ты поставлен для того, чтобы защищать людей от разных беззаконий и создавать им некое благоденствие, тихость жития. Этот принцип повиноваться Богу, нежели человеком, является основным принципом христианского, древнерусского отношения к государственной власти. И на некоторых цитатах, которые я сейчас буду приводить, я как бы тем самым стараюсь найти оправдание тем выводом, к которому я пришел. Вот знаменитая фраза от Матфея, где написано следующее. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующей власти от Бога установлены». Все мы знаем, примерно, что вот эта первая часть, она как бы общезвестна. «А противящиеся сами, так посему противящиеся власти противятся Божьему становлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь поклалотие его. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, пститель и наказание делающему злое. И потому надо бы наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители, самим постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Эта фраза часто используется для оправдания, скажем так, любой власти. То есть, вся власть от Бога. Такое общее утверждение. И здесь вопрос интерпретации. А каким образом власть от Бога? Здесь стоит обратить внимание на следующее положение. Если власть от Бога – начальник из Божьей слуга, то власть не может быть неограниченной. То есть, власть уже чем ограничивается? Она ограничивается не человеческим произволом, а божественным законом. Ну, если говорить на философском языке, то есть, некими высшими, абсолютно идеальными началами, которым человек в той или иной степени ограничивает. То есть, он ограничивает сам себя уже изнутри. Не внешне, формальным законам, а именно внутренним своим состояниям. Повинание властям – это не просто движение от человека к власти, то есть, подчинение, а взаимные движения, то есть, встречные движения. Власть и человек двигались навстречу друг другу. И здесь вопрос о институтах власти, он уходит на второй план. То есть, власть может быть любой. То есть, она может иметь любые формы. Ну, вот как говорил, по-моему, Чечерин в своем знаменитом труде о власти, приводя пример из английских, такой английский анекдот привел, что если бы англичане выбирали конституцию, они бы не выбрали никакой. То есть, вообще, неважно кто, что, главное, чтобы есть какое-то внутреннее расположение, которое позволяет совершать те или иные поступки. То есть, власть не имеет уже такого абсолютного значения то, что проповедовал, в общем-то, Феофан Прокопович. Начальник тогда не властитель, он Божий слуга. Во всех остальных случаях это противник Христов, слуга темного и глухого царства. Должен повиноваться больше Богу, нежели человеку. Еще одна фраза. Для оправдания любых произвольных действий власти, произнося как магические заклинания некими богословами, используется известное нам апостольское изречение «Не есть Бог власти, а еще не от Бога». По-славянски это звучит так. То есть, нет власти не от Бога. Поэтому насилие, часто, государственное насилие, властное насилие, всегда представляет собой сущность действий власти. Ну, подобная точка зрения совершенно неприменима к этой фразе. Почему? Потому что, если бы апостол Павел сказал следующее, что «Не есть начальник, а еще не от Бога», то тогда было бы понятно. А он говорит именно о власти. «Не есть власти, а еще не от Бога». То есть, если бы начальник был, как Бог, в интерпретации того же Феофана Прокоповича и заимствованного им из вот этих утопических политических учений нового времени, то тогда, да, начальник является неким... В общем-то, наместником Бога. Наместником, да. Не наместником Бога, а, в общем, неким идеальным началом перед тобой. Ну, как это все выглядит, я думаю, каждый из нас с этим знаком, да. То есть, вот начальник, некий человек, некая личность, занимает некую должность. А когда он занимает эту должность, он приобретает некое тоже для окружающих абсолютное значение. Но как только он эту должность покидает, он становится неким. Вот в таких случаях, я думаю, если каждый из нас вспомнит в своем окружении, в своей жизни, то мы найдем подтверждение моим словам. То есть, начальник, занимая должность, должен сделать его сакральным. То есть, сама должность по себе сакральна, абсолютно. А личность лишь только воплощает те или иные установки вот этой должности. Ну, вот пример. В моей практике человек занимал достаточно большой пост, разбогател на этом деле, и после ушел на пиццу. Ну, в силу своих внутренних каких-то, скажем так, оснований, его даже с трудом устроился охранник. То есть, надо как-то себя пристроить. То есть, человек был абсолютно пустой, но занимал некую должность. И все перед ним в той или иной степени преклонялись. Но как только стоило ему эту должность покинуть, произошла некая десакрализация этой личности. То есть, получается, что не личность определяет власть, а власть определяет личность. И вот это то, о чем, в общем-то, и говорили в Древней Руси. «Всякая душа да будет покорно высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующей же власть от Бога установлены». При этом забывайте, что в Священном Писании в других местах говорит, что ни один человек не обладает врожденным правом властвует над другими людьми. А миром, если мы обратимся к Евангелию, правит Сатана, князь мира сего, которого апостол Павел называл Богом века сего. Ныне суть мира сего, ныне князь мира сего, изнадгон. Сатана предложил власть на всеми царствами земными Иисусу. Во время 40-дневного поста Иисус отверг его предложений, но он не отрицал, что Сатана обладает этой властью. И вот описание изложенного с точки зрения в Древней Русской священных текстов. «И разведя его на гору высокую, дьявол показал ему все царства Вселенной мгновение времени и сказал ему дьяволу, тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Вот это тоже очень важный момент. Это как бы объясняет, что, собственно говоря, понимается под властью. С одной стороны, властям надо повиноваться как в некой структуре, которая порядочная часть жизни бытия. Но, с другой стороны, если эта структура противоречит идеальным принципам, нравственным началам, благам и прочим вещам, то эта власть становится ложной. То есть против нее можно бороться. И вот здесь очень интересный пример из недисхода. Многие, может, помнят там такой сюжет, что Моисей, занимавший очень высокое положение при дворе фараона, видел, как его соотечественника избивает египетский чиновник. Причем надо сказать следующее, что евреи в то время при дворе фараона не подвергались религиозным преследованиям. То есть да, они подвергались, скажем так, экономическому, что ли, воздействию. То есть каждый их мог там оскорбить, то есть их заставляли работать вот этими гастарбайтами, да, в нашем, так можно сказать, в нашем современном понимании. И что делает Моисей? А Моисей убивает этого чиновника, который избивает вот этого несчастного еврея, который там что-то не то сделал. И вот обычно на этом изложении останавливается. И есть продолжение, и каждый может этот недисход прочитать. А что происходит дальше? А дальше соотечественник Моисей говорит, ты что вообще сделал? Зачем ты убил этого чиновника? Мы здесь живем, нам хорошо, у нас все есть. Вот что ты сделал? Ты же нарушил сейчас порядок. Что сейчас начнется? Начнется преследование, начнется убийство, начнется давление. И вот между ними такой диалог, я, конечно, обобщаю его, но каждый может прочитать. То есть ему, об этом говорит его соотечественник. И здесь вот вопрос идеального и материального. Вот что делать? Как поступает Моисей? А Моисей поступает следующим образом. Он уходит, он бежит, после этого он возвращается и уходит народ из Египта. То есть идеальное начало победивого материала. То есть вот жить как раба было невозможно в пониманиях Моисея. Вот сама идея книги исхода. Ну, есть интерпретация, конечно, чисто иудейская, то есть народ ушел на них, и христианская. То есть они достаточно близки. И вот на этот сюжет часто тоже обращаются древнерусские книжники, что вот если власть преследует, если она нечестива, то против этой власти надо восстать. Ну, скажем, не восстать, это слишком так очень звучит, сейчас, в наши времена. Но противодействовать, не подчиняться. Это очень интересный момент. Видите, такая интерпретация обычных, в общем-то, священных текстов, которая у нас, как бы, сложилась в нашем восприятии древней Руси, она не спинная на самом деле. И следующее, о чем хотелось бы сказать, это, что государство, когда оно возникает как учреждение в древней русском понимании, должно нести на себе римские черты. То есть Рим как основа государственных учреждений, то есть римское право, римские представления юридические и так далее. А что это значит? Это значит, что государство должно упорядочиваться людей, вести их в неком благому началу, к высшему проявлению чего-либо. Вот это так понималось. И здесь мне могут возразить и сказать, что на самом деле какая реальная история древней Руси была. Но мы здесь, да, в общем-то, это идеал не был достигнут, я сразу могу сказать. Но это та смысловая наполненность, к которой стремились в том или ином отношении людей. То есть некая установка смысла. То, что делает, в общем-то, философия, которая у нас в стране не очень-то приветствуется, восстановление смысла. То есть понимание свой-чужой, кто мы, откуда мы. Вот именно таким образом я сейчас попытаюсь рассказать об этих смыслах. И вот римское государство. Значит, государство как таковое. То есть что такое римское право и римское государство? Ну, в двух словах. Римское государство это имеет в виду как бы общей вселенской значения. То есть когда перед законом равны все. То есть закон не имеет этнического, племенного, там, я не знаю, мифологического значения, да? А перед этим законом, который устанавливает именно государственные учреждения с точки зрения вот высшего начала. То есть государство должно служить, опять же, человеком. не человеком государства. А государство должно служить человеку. И вот Рим. Значит, какое еще значение римского государства? Что, как только римское государство, скажем так, представление о римском государстве изменится, то одновременно все считавшим придут антихристи. То есть наступит беззаконие. То есть с точки зрения государства, может быть, не исчезнет, как институт, но вместо него появится некая иная, внутри его запутник, иная, враждебная человеку-сила. И вот святой Иоанн Златоуст говорит следующее. Следующим образом объясняет это положение. Только содержится ныне до тех пор, пока существует римская власть. Он имел в виду римскую власть в вселенском значении, как римское законодательство и римская империя. Как только будет изъято, тогда он антихрист придет. Вот это тоже очень важный момент. То есть будет изъято тогда, когда он антихрист придет. А что наступит, собственно говоря? Вот здесь очень интересный момент, то есть мы говорили о том, какая власть должна быть, но в то же время что наступит в будущем, когда вот это наполнение морально-нравственное христианство как угодно исчезнет. Ну что появляется? Ну вот здесь важно, на мой взгляд, обратиться к Аристотелю. А как, собственно говоря, Аристотель понимал государство? Понимал его в следующем совсем не так, как потом его понимали в новое время. По словам Аристотеля, государство выступает как союзническая общность людей, а всякий союз заключается для достижения известной пользы. Я процитировал из Камаха Этики, непрямая цитата. То есть это некий союз. Союз с кого? Союз людей для какой-либо цели. То есть он это определял достаточно абстрактно. Но конкретно здесь что? Это именно союз людей. в христианском смысле высший союз будет тот, который заключается для высшего блага, объявляющего все остальные. Все это в совокупности составляет природу государства, ее внутреннюю цель, которую она осуществляет в своем устройстве. То есть государство в древней русском смысле есть союз, но сам союз осуществляется через учреждения, то есть через государственные устройства, общества, определяемые нормами права. Начнем пошло с того, что государство не может быть только вещественной плоской силы, об этом тоже говорили, а должно внести в себе в силу нравственную и духовную. А оставаясь таковы, государственная власть ограничивала свои действия, направленные на принуждение. И вот здесь государство, как уже учреждения, как институты, должно соответствовать не только условным, формальным признакам права, но и как это называлось быть совестным от своего совести, по закону общей христианской справедливости. Ну, для современного человека это, конечно, сейчас для нас это непонятно, и оппоненты могут мне задать такие вопросы, ну, какая совесть, как это лучше структурирует общество формальным законом, только ли, потому что, ну, что это такое, вы говорите о том, что без какого-то внутреннего духовного состояния невозможно управлять обществом, да, поэтому надо управлять с точки зрения формального закона, то есть принуждительно, то есть такое государство, это принуждительно, но вот есть такой момент, допустим, по-немецки политическое убежище называется Азин. Это что значит? Вот, по-моему, я где-то несколько лет назад где-то слышал, что этим правом воспользовались некоторые беженцы в Германии, ну, как бы, сущность, может, сейчас его отменили, ничего не могу сказать, то есть, смысл такой, что, это еще в своем Византии, что человек, совершивший некое преступление, или бегущий от какого-то неправильного преследования, может остаться в церкви, и его власти не имеют права трогать. Это Азин, Юсазин, по-латыни это звучит. Вот, это все идет от еще ветхого, опять же, закона, когда у иудеев было 6 городов, в которых человек мог спрятаться от насилия, ну, кроме конкретных преступников, то есть, убийц, пролебадиев, насильников, то есть, те, которые совершили такие вот серьезные тяжкие преступления, как это у нас говорится, а все остальные могли получить убежище в той или иной, в том или ином городе, древнем Израиле. Вот, это очень важный тоже момент, то есть, для нас это сложно понять, но, вот, видите, скажем так, рудименты этого права, этих представлений, они до сих пор сохранились даже в Европе. У нас, к сожалению, ничего не точно сохранилось, вытащить ни откуда угодно, в любом возрасте подвергнут некому насилию, с формальной точки зрения. Значит, ну, что, обычный гражданский суд, все прекрасно понимают, что у нас, это такое, без духовных начал, этот суд, ну, превращается в некое торжещее, где все продается, все покупается, как все в современном мире, пожалуй, кроме законов Исаака Ньютона, физических законов, невозможно их продать и, как-то, в общем, использовать для конкретной пользы. власть и высокое положение правительства и государства было в Древней Руси не столько преимуществом, бременным. Отсюда постоянное определение властителя как несет время власти. То есть, тот, кто действительно реально руководил каким-либо коллективом, по-настоящему, не просто сидел там как начальник, он прекрасно понимает, насколько сложно быть даже маленьким начальникам. Чтобы организовать именно то или иное общество, структурируйте его, не просто давать распоряжение, как обычно все происходит, а именно создавать некий то, что говорит нас коллектив. Это настолько сложно. Это бремя. Считалось, что это бремя власти, а не просто некое положение. То есть, я назначил, и вот сидит человек назначенный, счастлив, перед ним открываются все просторы комфорта, преддверия материального рая, и он счастлив. Такое отношение к власти нет. Позвольте еще процитировать. Власть не должна служить источником гордости и превозношения. Возненавиди, господин, всякую власть, ведущую тебя к греху. Имей непреложный благочестивый помысел, и не возвышайся, господин, временный, суетный и неустойчивый слава. То есть, в Древней Руси христианцы суверен нес ответственность за свой народ. Не только с точки зрения веры, но и управления по христианским законам с христианской совестью. Вот что говорил преподобный Иосиф «Господин оба есть над всеми царями, раб же со всеми божьими». Это просветитель. То есть, это что, о чем говорит? О том, что царь такой же человек, как и все остальные. Здесь вопрос не иерархии, а вопрос вот именно того, что все люди равны между самыми. И тот, кто занимает какой-либо пост, он не имеет большого привиления, он просто в силу определенных причин, причинно-следственной связи, скажем так, поставлен. Сейчас властвует над теми ненавидными. Вот. Вот это, пожалуй, то, о чем мы говорили, о том, о чем мне хотелось бы сказать в представлениях старых или древних представлений о государственной власти древней Руси. То есть, во-первых, власть – это время, во-вторых, власть должна быть ограничена божественным законом, и в-третьих, это власть, властитель не должен восприниматься как некий бог, некий абсолют. И сама власть не должна восприниматься как абсолют. То есть, она должна быть ограничена чем? Вот, неким законом. Вернемся к началу нашего изложения, когда я приводил цитату из пророка Самуила, который как раз сказал, что если вы живете нормально, то есть, живете по мошенному закону, то вам государство не нужно. Опять же, обратимся к ничь. Человек находится там, где наканчивается государство. А каковы новые идеи? В чем суть тех идей, которые появились на Руси с Петровских преобразований, в том числе и с Феотана Прокоповича, о котором мы говорили на прошлых занятиях? Ну, с точки зрения философа нового времени, наука признает, что только телесные субстанции. Что значит телесные субстанции? То есть, законы физики. То есть, все вокруг нас, человек в том числе, имеет некую материальность. Но эта материальность не в стоическом смысле, как у историков. То есть, мы тоже считали, что все в мире статистен. Но есть тела духовные, а есть утонченные, а есть тела материальные. То, с точки зрения философов нового времени, все имеет под собой материальную основу, исключительно материальную. Поэтому тела есть какие? С физической точки зрения. Тела искусственные и тела естественные. Ну, естественные, понятно, да? Скажем, нашли камни, планеты, все что угодно. А что такое искусственное тело? То, человек. И вот одно из искусственных тел, это государство. Значит, если государство подчинено чему? Физическим законам. То есть, это тело, чему подчинено физическое тело? Оно подчинено механической необходимости. То есть, подвинуть стол куда-то, вот это будет механическое некое действие. Поэтому государство уже отменяет некую метафизичность. То есть, оно становится чем? Оно становится просто механическим исполнением тех или иных идей, воплощением этих идей. Поэтому, что самое страшное здесь, на мой взгляд, то есть, идея физического мира переносится на что? На человеческое общество. То есть, коллега говорил, что человек животное, животное начало, то есть, скажем так, что представление о животном начале переносится на человека. То есть, что человек и есть, произошло от обезьяны, в теории. Дарвина. Ну, это, кстати, не теория только Дарвина. Интересно, что об этом еще Демокрит писал, что революционная теория, она произошла в общем-то о Демокритии. Когда я привожу иногда цитаты студентам, студентам-медикам о том, кто написал, скажем так, теорию эволюции. То есть, я цитирую Демокритию, все думают, что я цитирую Дарвина. Здесь тоже очень интересный момент, но это адритриста. Следующий момент. А как государство появляется? Ну, государство, скажем так, о государстве в том виде, в котором мы сейчас имеем, это говорил Томас Бобс. Вот его изображение, это достаточно характерное лицо. Его знаменитый Левиафар, его труп. Гобс говорил следующее, что весь мир состоит в конечном итоге из атомов, то есть, неких неделинных чистых атомов, это то, что не делится. И общество, в том числе, состоит из чего? Оно также состоит из атомов, то есть, из индивидуумов, то есть, людей, но людей физического смысла. Каждому из этих людей свойственно исключительно эгоистические представления о окружающем. чтобы эти эгоистические представления каким-то образом упорядочить, что нужности, нужно создать надчеловечную структуру, механичную структуру. То есть, эгоистические побуждения человека приводит к чему? К войне всех против всех. Все боюют друг с другом. Поэтому их надо упорядочить. То есть, заключить некий договор. Общественный договор, как говорил Гоббс, то есть, смысл его был в чем? Чтобы отдать человеку, принадлежат некие естественные права, часть этих естественных прав, надо отдать государству. Как некой механической структуре. Отсюда левиафан. Левиафан это чудовище. Одно из изображений это, по-моему, Юра, насколько я понимаю, левиафан. Так, пространение о левиафане в древнерусском лутке. Это чудо-юдо знаменитое. Это просто для иллюстрации. Ну вот одно из характерных изображений, по-моему, Дарай уже левиафан. То есть, некое страшное, что-то могущественное, беспощадное и равнодушное ко всему, как некий космический закон, который властвует над всем миром. Поэтому для равновесия раздробленных этих атомистических представлений людей, личностей и должно состоять государство. То есть, оно имеет сугубо прагматическое значение. оно не соединено ни с каким божественным законам. То есть, для окопца государства это огромный механизм, приводящий в движение человеческий богоизм. Поэтому, с точки зрения механической причинности, единственным способом человеческого общества уберечься от распада является государство. Атомарные индивидуумы должны перенести все свои силы вместе с тем и право на государство, которое есть в библействе поглощающей Левиафан. Слово Левиафан стало нарисателем для обозначения чего-то поражающего своими размерами и силой. Левиафан, сочинение в области называется Левиафан или материя, форма и власть государства, церковного и гражданского, посвященного проблемам государства и регулирования отношений между людьми. Вот, то есть, государство чуждое всякое положительное метафизм. Государство некий механический объект. То есть, в чем суть вот этого государства? Оно и как физическое тело, давлечье над человеком, и то, что существует для конкретной сиюминутной пользы человека. То есть, человек находится в нем как бы в неких физических опухах. И это очень важный момент. То есть, что из этого получилось? Вот приведу цитату из Юлиуса Эггера. Отсюда появление определенного типа людей, искусственные отторванные от корней безродный человек. Вместо сверхчеловека появился гомункул, наделенный особыми качествами, притворством, силой лжи, умением касаться не тем, кем он является на самом деле. И эти качества у него находятся не в умении, в воле, а в глубочайшем бессознательном инстинкте. В этой страшной духовной мгле слепшие люди блуждают и кажутся друг другу привидениями. Их ум вечно ститали с потемным лабиринтом вещества. Они не обладают сердечным ведением, их окосердечность скрыта прахом земных вещей, и от того они не чувствуют свои духовные ноготыки. Вот это очень важный момент. То, о чем описывал Юлиус Эбола, можно соглашаться, можно нет, но в чем еще один смысл идей нового времени. Начало, конечно, положено Николой Макеавелли, которого вы видите перед собой, хотя это еще далеко недооцененный и, скажем так, искаженный, на мой взгляд, автор. Всем советую ознакомиться с его главным произведением «Государь», где его часто незаслуженно считают каким-то что-то человеком, который ради власти готов был на любые поступки. Он просто описывал механизм власти. На мой взгляд, советую ознакомиться. Это меланхотон. Это тоже один из основателей этой идеи государства как некой механической формальной структуры. Это Гоббс, как мы видели, опять же Левиафан. Это то, что я говорил о Моисее. То есть когда Моисей убивает египетского чиновника, это преподобный Иосиф Володский, это Гроций, тоже один из предшественников Томаса Глобса или Фомы Гоббиса, как его называют. Это Буффендорф, это уже более поздний автор, который воплощал эти идеи для для иллюстрации. Что было важного в идее Гоббса и всех авторов политических философов нового времени, на что стоит обратить внимание? Ну, если есть индивидуумы, атомизированные индивидуумы, они должны заключить договор. И Гоббс говорил, Гуффендорф потом это подтверждал, он говорил, что надо заключить общественные договоры, то есть часть прав, я повторяюсь, мы должны отдать естественному государству, а государство уже как бы вынуждено нас защищать, заботиться о нашем благосостоянии и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь возникает вопрос, а собственно говоря, где этот договор? Почему мы должны отдавать часть своих естественных прав непонятно кому? договор это некая регулятивная мера, закон, заключает договор между компаниями, то есть там есть некая регуляция, где описано, что должна одна компания, что она не должна, что должна иная компания, что она не должна той компании, то есть мы этого не видим, этого нет. Потом что значит отдать естественные права? естественные права, во-первых, человеку принадлежит жизнь, его судьба, то есть это жизнь даже человек сам по себе не получает, то есть он ее не выбирает, за него кто-то выбирает, почему он должен отдавать свои, то, что ему не принадлежит, непонятно кому. и здесь мы сталкиваемся с тем, что это государство становится с точки зрения Гоббса, оно становится уже неким формально отключенного начала, как государство. А кто, собственно говоря, управляет государством? В наше время эти политические идеи, которые были воплощены и внедряли всячески на Руси, в Россию с помощью подобных мыслителей, которые были достаточно популярны среди русских юристов, это государство превратилось в некий отвлеченный формальный закон. А, собственно говоря, кто выполняет этот закон? Сейчас государство это бизнес-корпорат, то есть меньшинство властвует над большинством. И все атрибуты того, что вокруг этого государства происходит, они имеют опять же формальное отношение. То есть сегодня один закон, завтра другой закон, послезавтра третий. То есть нет некого единства. То есть если мы приходим к субъекту государственной власти, то есть к субъекту гражданина как некой формальной плечом на единице, то с этой единицей можно делать все, что угодно. Ну, в общем-то, и происходило. Вот это насилие, которое утопические теории постоянно применяют, оно исходит из того, что с помощью вот этой регуляции формального закона невозможно сменить людей. То есть человек остается все равно присвоен, то есть или меняется, но меняется с большим трудом, и чтобы изменить это нужно что? Нужно насилие или манипуляция. Вот то, что мы видим сейчас. Вот эти идеи, новые идеи, которые возникли благодаря философу нового времени. С чего это происходит? С того, что мир материальный, он не имеет под собой никакой метафизической основы. Если мы говорим о средневековом государстве, в том числе в нашем случае о древнерусском государстве, то в этом государстве, в этой системе власти постоянно присутствовало метафизическое начало. И вот, что это не просто власть от Бога. Вот эта икона знаменитая Павла в Госпетском соборе висит, называется церковь воинствующая. церковь как здесь имеется ввиду не просто как институт, а церковь как собрание людей. То есть, помимо того, что мы должны подчиняться, но в то же время мы должны и чему-то противостоять. То есть, не может быть чего-то такого одинакового, единого и непонятного для нас самих. То есть, когда человек живет в своем мире, и он не противостоит ничему, то есть, он соглашается со всем. Тот дамутло, о котором говорил Юлиус Эйвен. И еще какой момент. То есть, формальный закон. Что такое формальный закон? Это то, что уже не преследует наказание в этом государстве, в таком государстве, оно не преследует педагогических каких-то таких моментов. Оно просто наказ. Исходя из чего? Опять же, субъективного закона. Но если мы берем человека, как некий объект или субъект, как угодно назвать, то что свойственно человеку? Человеку свойственно ограниченное понимание, человеку свойственно конечность, и его представления достаточно условны. и когда человек создает на этой базе уже какой-то абсолютный закон пытается создать по некому образу. Человек уже не образ и подобие Божие, а он механическая единица. И вот как я вам проведу пример с начальником, его убрали с поста, и он оказался никому не нужным. Он оказался пустым. на весах как в книге Даниилов написано ты уже был взвешенный и оказался слишком легким. вот эти принципы человека, когда человек поставлен на всех как материальное тело, то есть в эпоху Возрождения человек все-таки рассматривался несколько иначе. Человек все-таки рассматривался как некий герой в античном смысле. герак, полубов, то в новом время человек рассматривался именно как некий механический объект. Поэтому создание роботов, попытка если мы посмотрим алхимиков создать человека. Это все проводилось. Один основатель химии Ван Гейтман как раз занимался всеми и не только занимались созданием механических существ, его легко создать. давайте добавим каких-то препаратов и получится некий человек, мы его создадим в идеальном смысле, без пороков, без каких-либо недостатков. И на протяжении всей западноевропейской истории эти идеи постоянно получали свое, постоянно пытались их каким-то образом реализовать, осуществить. последнее, что можно сказать, попытка это уже академик Апарин в 1929 году и еще один англичанин забыл его, известный академик Апарин в советские времена они решили создать некий херемичный бульон, создать такой опыт был, чтобы из этого бульона появилась жизнь, чтобы показать, каким образом эта жизнь появляется, и потом она начинает возрастать куда-то, дойдя до человека, как какого-то, человек, как венец природы, написано, человек венец природы. Как мы понимаем, что человек никаким венцом природы являться не может, в силу своих особенностей. Если каждый себя честно посмотрит, вот когда наши вот эти идеи, которые связаны с нашей конечности, условностью, с нашей вот этой относительностью, и мы пытаемся воплотить эти идеи с помощью вот этого безликого ревиафана, государства как такового, то результат здесь получается такой, какой мы видим. Но надо сказать, что вот эти идеи были в общем-то насажены в России именно адептами, в том числе Феофалом Прокоповичем и многими другими как основными. И это не какая-то русская сущность власти, что власть такая, власть от бога, и что мы всегда следовали этой тенденции, не важно кто, главное, что есть власть. как раз этого древней руси, вот этого принципа понимания власти не было. И то, что я говорил о преподобном Иосифе Волоском, вот он как раз сказал, что господин есть над всеми царями, раб же со всеми буржами. А сейчас же мы видим другое. эти утопические идеи сейчас получили воплощение, в общем, свое конечное воплощение, я считаю, в мире. Скажем так, в европейском мире, это не всякое сомнение, это утопичность, это манипулятивность, это господство неких групп, которые, не важно, как выглядит, человек может сегодня быть фашистом, завтра может быть нигилистом, послезавтра анархистом, социалистом и так далее. То есть здесь уже не важно, что, главное, что он воплощает некое утопическое начало этого государственного левиафана. Вот, наверное, это то, что мы видим сейчас вокруг себя. И в России, и только назад. В России это уже было давно, Россия впереди природы, впереди всего, бежала воплощение этих людей. Советская идея воплощения, имеется в виду коммунистическая идея. Вот, пожалуйста, это же русская идея. Нет. То есть это имел какое-то отношение к антологическим существенным началом русского народа. Нет. Это все-таки идея, которая пришла очень... Я не говорю, что там Запад во всем виноват, я далек от этого. Просто эта идея была воспринята. Почему она была воспринята? Другой вопрос. Но именно эта идея какая? Во-первых, нет никакой метафизики. Вообще духовно. Говорить более простым языком духовность каковы. Все состоит из тем. Все имеет материальный начал. Ну а что такое материальный начал? Материальное начало появления, жизнь, угасания и, конечно же, конечности. То есть человек становится оторванным от неких метафизических начал, от корней. Вот главное, то, что мне кажется, главной опасностью этих идей, этапических идей, когда человека считают неким только лишь материальным объектом. традиций, да? А что от традиций оторвают? Ну в том числе от традиций, конечно. Какой из мага традиций? есть разные представления о власти. Одно существовало как старая некая идея до начала XVIII века, а потом эти идеи поменялись и стали совершенно иными. И в общем-то наши проблемы находятся на этом стыке как раз на стыке таких эпох. То, что сейчас происходит, сложное положение, в котором сейчас Россия оказалась, оно имеет отношение к нашему восприятию, смысловому восприятию тех или иных событий. Потому что я еще раз говорю, мое определение философии это композиция и смысл. То есть это что? Это как семь нот. То есть вот есть семь нот. Из этих семь нот можно что? Создать бах, а есть рэп. То есть рэп используют одну ноту, Если посчастливиться, талантливый. рэпер. Вот как же и здесь философия должна указать на те или иные моменты, поставить те или иные акценты, то есть ударения, чтобы прояснить то, что находится вокруг нас. Что? То есть мы воспринимаем часто это только с внешней стороны. А здесь мне кажется, что мы должны заглянуть за предел внешнего мира и каким-то образом воспринимать уже нашу действительность несколько иначе. То есть не создавать себе, скажем так, мифологическую картину мира. И еще хуже может создавать ее, конечно, можно для манипуляции, но еще хуже в нее верить. В мифологическую картину. Мифологии вокруг сейчас очень много. Они не имеют отношения часто к реальности. Или эта реальность искажает и приводит ее совершенно не туда, куда хотелось бы адептами этих людей. Вот, пожалуй, сегодня на этом я закончу свое выступление. Если есть вопросы... Можно задать вопрос по поводу прошлой лекции, а не современной? Пожалуйста. Вы доказывали на прошлой лекции, что истоки русского абсолютизма в западничестве, а не в адяльчине. Как я вас понял. А Иван Грозный, он разве не основатель русского абсолютизма? Ну, знаете, я отвечу на этот вопрос следующим образом. Ну, во-первых, это, конечно, очень грубое обобщение. Но часто говорят, то, что вы сейчас сказали, я имел его несколько другое. Часто есть некая установка у историков, начиная от того, Сергея Михайловича Соловьева с именником в труде истории России с древнейших племен, что все, что хорошего, в России получил с западной. Ну, об этом пишем. Что ни одной войны причитайте сначала, перечисывал его первый том, ничего она не получила здесь с западной некой, так сказать, нити, град, сияющий на холме, откуда мы должны что-либо понимать без всяких оговорок. и вот в этом я имею в виду вот, скажем, мое противодействие именно вот этой идее. Понимаете, что далеко не град сияющий на холме. И если мы начинаем разбирать ситуацию, то что значит азиатчина и что значит абсолютизм. Понимаете, когда мы начнем вникать в эти темы, там, 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 в том, что он там поступал жестоко. Нет, нет, его спорят с Курбским. Власть от Бога и всю власть от принимать, и он спорит с Курбским, что власть надо принимать и полностью сочиняться. В том случае, если эта власть имеет под собой нравственное начало, если она под собой правду имеет. Уже потом Максим Грек что писал про Россию? Он же писал в 16-й дно, в тот же 16-й век он говорил, что все есть, а правды нет в государстве. Вопрос в этом. То есть, здесь совершенно немного восприятия исторических событий. То есть, Курский ведь что говорил? Курский говорил о том, что все должно остаться по-прежнему. Государство в том виде, в котором он его видел, ну, в таком польском, что ли, то, что получило, скажем, свое воплощение именно польского речи фосполитной, речи фосполитной, вот это был, наверное, его идеал, как я понимаю. Ну, Грозный, Иван IV, представлял себя государством несколько дайдно иначе. А что касается его, ну, вот этих, то, что говорят, казни, пыльки там и прочее. Но его идеология, она же похожа на абсолютистскую, идеологию Ивана Грозного, которую он проповедовал, не дела Егаритова, а слова Ивана Грозного. Он же проповедовал фактически абсолютизм. Это правильно или вы так не считаете? Нет, так не считаю. Турецкая. В смысле? Просто надо, здесь уже вопрос в том, что надо уже говорить о непосредственном братье Курсов, сочинении Курсского, сочинении Грозного и обращаться к этой теме более подробно. Тогда, может быть, мы найдем какие-то точки соприкосновения или наше мнение будет различное. Здесь уже надо говорить непосредственно о том, как воплощается. Если есть идея то, что я говорю, а если и реализация то, что я говорю, реализация даже блага часто приводит совершенно не влаги последствиям. И то, что то, о чем писал Максим Грек, он как раз и боялся, что то, что происходит в Русском государстве приведет к чему? К тому, что он к чему привел к смуте в конечном итоге, кровопролитии в гражданской войне и так далее. Если мы говорим именно с точки зрения уже о неких исторических процессах, я не силен в этих процессах, я, как бы, не имею историческое образование, но все-таки здесь требуется более подробное обращение именно к этой эпохе. я говорю о самой идее. Об идее того же Иосифа Голосского, что царь не имеет отношения, то есть, он не абсолют. То есть, власть не абсолютистская, с точки зрения не управления, а с точки зрения идеи. И, кстати, эта идея грозно не придерживалась, что сама по себе власть создает некий сакральный начало. Он говорит, что надо подчиняться в силу того, как апостола Павла всякой власти и терпеть от нее значит, платить налоги, оброки, подойти и так далее. Что бы вам и что не было. Грозный, когда полемизировал скользкость. Хотя, тема достаточно сложная, я не специалист в этом вопросе. Простите, в продолжение. А, значит, кто должен власти дать вот эту идею? Как я вашими словами не очень хорошо нам умеют пользоваться, но вот высшую идею, то есть, если власть это все-таки, но без нее никак, да, то есть, я не слышу в современной России философов, которые бы выступали в защиту нынешней власти или любой другой власти. Слышу только, простите уже за современное тематику от нашего руководителя фразу «Зачем нам такой мир, если там не будет России?» Ну, наверное, слышим это, да? То есть, это же достаточно философская такая тема. Ну, вы знаете, мне не хотелось бы все это в мое выступление сводить к тематическим выводам, особенно, что касается современности. Это, наверное, не то место, где об этом можно говорить. властью должен дать идею. Сейчас я попытаюсь ответить, но, скажем так, не по-фаллически. Ну, да, конечно. Вот, в свое время я еще, вы спрашивали, чем я занимался, я еще и гибраист в своем образовании. я окончил второе и высшее образование, у меня с устраной азиат, высшие курсы дюдай. И я как бы знаком с иудейской традицией. Ну, вот, смотрите, вот, разрушение второго храма. Евреи, рассеянные по всему миру. А, если читать их произведения, вот, каждый год Рожка-шана, то есть, Новый год, в сентябре, вот там, полонавый календарю, в сентябре-октябре там все сдвигается. Была такая традиция у евреев. Следующий год в Евросоюзе. И что мы видим? Вот она, вот эта идея. Вот есть такая идея. Эта идея о чем говорит, о чем? Что появилось в государстве Израиля. Ну вот, это государство смогло выстоять во многих уровнях. Благодаря чему? Благодаря этой идее. Ну, благодаря идее, допустим, богоизмного народа. Мы не будем тоже углубляться. Ну вот, попытайтесь вот эту метафору, ну, чтобы уйти вот от этих политических выводов, я бы еще раз говорю, не то место, где мы можем это болит. Сейчас особенно. А применить вот к этой идее, ну, допустим, здесь идея была христианства. Москва-третерин. Можно вам это говорить. Ну, сейчас уже мы ограничены самим жанром его выступления. И говорить о Москве-третерин, наверное, стоит. Ну, я уже касался теми предыдущих его выступлений. Ну, может, это, конечно, обобщить, можно об этом сказать, что с этим. Вот она идея. Ну, а где Москва-третерин? Это что? Это идея мессианства. Так же, как мессианство еврейского народа. Это идея, которая не просто строительство какого-то вымышленного государства, но она основывается на чем? Что это евреи должны все вернуться на свое место, на святую землю, и там, значит, должны ждать кого? Должны ждать мошек, то есть или мессию. Представление. Здесь то же самое. То есть здесь религиозная, христианская идея. Нравится это кому-то сейчас, не нравится, кто-то верит, кто-то не верит. Ну, основывалось на именно христианском мировосприятии это Евангелие, Ветхий Совет, Новый Совет, Ветхий Совет и Учение Отца в Цель. Я, конечно, очень схематично на святую слову, потому что тема очень объемная, очень сложная и малоразработанная. И вот какие-то идеи я пытаюсь в очень таком простом виде донести в данном случае до данной аудитории. Потому что я еще раз говорю, тема, почему-то эта тема не получила у нас исследования, такого фундаментального исследования, как до революции, но только, пожалуй, Владимир Генберга я могу назвать, это еще неизвестный исследователь. Но он писал на рубеже, скажем так, императорской России и уже советской России. И, естественно, уже в второй плане своей жизни не мог писать то, что он считал нужным. Это считалось контрреволюцией или как это считается, экстремизмом. Не важно, как это называется. Вопрос в том, что как это, не важно, как это назвать, а какого сущности. Вот, пожалуй, если ответить на наш вопрос. Ну, последний, маленький, в силу вашей профессии или там близости к чему-то, вы думаете, что сейчас у нашего руководства, простите, что опять я касаюсь, есть советники помимо финансовых вот в этой области, не можете знать. Вот здесь Кремль недалеко, можно сказать. Нет, ну, вдруг вы вот знаете, там, личность такая-то, но нет. Я никого не знаю, я думаю, что и меня там тоже не знают. Мы как бы живем самостоятельно, независимо. По сути от друга. Я честь вот толпусь от вопроса, которые были только что. Не так давно, какое-то количество лет назад, была статья про глубинное государство. А Суркова, не знаю. Точно. Но я не хотел бы сейчас обсуждать именно Суркова, просто о самой идее, потому что, когда я обсуждал своими знакомыми, они почему-то глубинное государство понимали, как какую-то ассоциацию, например, или продолжение масонства, или каких-то идей мирового правительства и так далее. Вот в преломнении к тому, что вы говорили, по поводу вот такого, немножко среза больше, чем и стоит. Если вот аспект связанный, скажем так, с двойственностью власти, одна, условно говоря, публичная, и есть какая-то эзотерическая, негидичная власть с какими-то своими источниками, своими законами или своими другими другими другими. Ну, как вам, я уже, во-моему, я говорил об этом, но, может быть, стоит несколько обобщить. Вот, ответ на ваш вопрос, он заключается в следующем. Вот, смотрите, берем непосредственно начальник. Человек, от которого, что, ну, зависит некая, в общем, которая обладает возможностями административными, политическими, или угодно, неважно, неважно, какого последствия. Если этот человек воспринимает себя на этом месте как уже чуть ли не святого человека, то есть происходит сакрализованность, это место считается сакральным. То есть, вот он сел, и, значит, уже независимо от того, какой это человек, что он думает, какое у него образование, но он воспринимает себя уже как некого башка, такого, да, идол, ложного, ложного бога. То есть, он вокруг себя обнимается, таких людей мало, достаточно много. А если человек себя воспринимает, что для него вот власть и то, что ему дано в руки, это совершенно другое. Это то, что на него возложено время, а не удовольствие. и как он будет действовать? Вот, вам, пожалуйста, может быть, я так отвечу на ваш вопрос. То есть, он будет действовать несколько иначе. То есть, он будет создавать некое такое пространство, ну, связанное с какой-то истиной, справедливостью, то, что сейчас, в общем-то, у многих вызывает такую хмылку, глядя на то, что вакуум происходит во власти. Вот, власть не просто как компа, или человек воспринимает на административном месте, скажем так, власть как некая возможность для создания себе личного компа. Таких людей тоже очень много. Сейчас вы видите, да? Не надо далеко ходить, они здесь, где-то рядом находятся, в своих административных зданиях. Ну, это один вопрос. То есть, он так и будет. Он будет как действовать? Будет исходить из своего личного благосостояния. А если человек это воспринимает иначе, и видит, и пытается воплотить ту идею своего места, престола, как можно назвать, как угодно, в каком-то нравственном, как высшее благо, то, что он должен привести, даже пусть маленький коллектив, к чему-то такому более лучшему, то и результаты этого не совершенно другие. Ну, как Наполеон говорил, все говорят трон-трон, что значит трон? Трон-это мебель. А вот меня как интересуют те идеи, которые находятся затроны. То есть, наверное, так с Наполеону с точки зрения может быть стоит смотреть на власть. То есть, власть как время, ведущее окружающих людей к некоему главу. Да, и правитель пользуется некими привилегиями. Он должен привилегиями пользоваться, потому что он именно правитель начальный, какими-то элементарными привилегиями. все зависит от его места. Но если человек только пользуется сидеть только на троне, и вот эта мебель для него является смыслом власти, то результат совершенно другой. Все внутри нас, все внутри Тобе, как такое выражение было. Потому что все-таки мир состоит из людей, а не физических тел. Трудно сказать, что каждый из нас не хотел быть физическим телом. Животным. Если человек животное, часто студентам медикам говорит, дарчик животное. Почему он в магазине не торгует как курицей? Какая разница с человеком торговать или курицей? По большому счету, с этой точки зрения как же с властью. То же самое получается. Если мы смотрим человека как образ божий, образ каждый по-разному воспринимает. В христианском смысле это образ и подобия. А если мы воспринимаем человека как животное, ему такое же отношение так же. Если он появился, сегодня родился, живет и умрет, останется теремия, что дата не дата. Такого в Древней Руси все-таки не было. Другое дело, что реализация этого потерпела осуществление, потерпела катастрофу, но это другой вопрос. Я просто не уверен, что были какие-то примеры сознательной культивации альтернативных источников инструментов власти, помимо каких-то регалий, которые явным образом соответствуют князю, да, или Руси. Нет, источники были, да. Начиная от Владимира Мономаха, и было много переводных источников византийских, где эта идея тоже всячески воплощалась. Есть даже, я не помню, там был один из соборов, по-моему, X века, когда патриарх что-то должны были изменить в церкви, какое-то изменение внести. И патриарх просто сказал, нет, я против. он сказал императору, это все неправильно, все ложно, все не соответствует истине. И сказал это государственной власти. То есть вопрос в том, что или мы регулируемся формально, законно, то, что сейчас пытается, да, или вот эта регуляция, скажем так, в западном мире, она, в том, что Китай, она уже вносит абсолютный характер. Ты ничего не можешь сделать без того, чтобы не нарушить. Тебя обязательно накажут под угрозой наказания и лишения денег. Или человек это делает свободу. Все зависит от того, как человек воспитан, куда он идет, какие представления он имеет внутри себя, какая композиция смысла внутри него. Наверное, так, если говорить о Древней Руси. Там композиция смысла была именно такой. ответил или не ответил. Ну, на этом я думаю нам сегодня спасибо. Спасибо.